здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами погуляем по весеннему сосновому лесу наступили мартовские деньки и уже можно отправляться в лес гулять и дышать свежим воздухом да сейчас мы посмотрим что здесь растет так вот здесь красиво тишина впереди освещенное солнцем поляна смотри да впереди поляна солнышком освещено идем к ней жаль что не передается воздух лесной через экран здесь такой лесной перекресток пойдешь направо что там найдешь коня найдешь налево коня потеряешь мы пойдем прямо но потом вернемся назад и спробуем все пути все возможные варианты а вы знаете что вот эти камни из русских были на где написано там налево пойдешь направо пойдешь это можно сказать прототипы дорожных знаков вот видимо какой-то лесной человек здесь постоянно кушать лесной человек вот можно было кусочек хлебушка сюда положить какая-то странная миска снова задобрить до лешего точнее старичок лесовичок интересно прямо вдоль дороге мисочка ставит вот ну да неспроста и пустая показывает что он голоден ну конечно после зимы это какой покров интересно здесь в лесу вот такой влажный как пахнет а это вот честно говоря не знаю что за растение надо будет посмотреть а а это же остов черничника это будут будет здесь черника вот потом она листочками все покроется это вот все все черника может брусника нет 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 это островок именно черничника здесь очень много черниги улеса это она будет где-то в июне будем с вами собирать чернику потом летом покажем зрителям как выглядят настоящие черничные острова только-только поспевшие пахнет как вкусно очень погода хорошие вот они почки только-только начинают еще распускаться смотрите солнце выглянуло да солнышко выгляну очень красиво здесь сейчас вам покажу прям такое ощущение что в верхушке сосен они подпирают это голубое небо прозрачно посмотрите какая впереди дорога классно прямо священо солнышком все прям ждет прихода полноценной весны все уже готово распуститься кажется прям какое-то невидимое сердце стучится а вот там вот березки и сейчас мы с вами свернем к березкам прямо пройдем вот интересно за соснами да и березки да вот видите это черничник здесь даже еще листочки сохранили зима была теплая вот прям можно собирать чай заваривать хоть сейчас но это мы оторвем листочки чуть позже это же кладезь витаминов не нужно ни в какие аптеки ходить за витаминами основа листочки очень чистой пока грибочков никаких не видно посмотрите какой удивительный мох прям вообще как молодые елочки но он такой мягкий он прям бархатный прям бархатный прям как котик прям его можно гладить вообще классный удивительно таким-то образом березки выросли среди соснового леса мы свернули в дороге и конечно мы на нее еще вернемся вот они красавицы березки стоят не добрались еще до вас соб березовый брать да прям островок березок а дальше опять идет сосновый лес но березки такие они очень слабенькие видимо не особо уютно они себя чувствуют в этом лесу норка 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 да так сейчас посмотрим вот полетки может быть возможно видите какие норки встречаются вот прям свежие никого там не видно никого не видно вот они маленькие сосенки растут но удастся ли им выжить потому что вот такие поросли они служат кормом для животных а у нас здесь живут лоси косуля медведи вот он кстати видим фекалии какого-то животного надо будет посмотреть чей это ну возможно белка мелкое животное вот я как ориентируюсь если у вас есть домашнее животное то есть какие у него фекалии такое примерно оно будет по размерам это вот видимо небольшое животное ну а когда встречаешь огромное что-то это уже немножко настораживает вот опять сосенки так а вот видите что остается от дерева которое уже все оно уже такое трухлявое все почти рассыпается а я вам еще покажу которое дерево видите вот оно прям рассыпается кажется еще вроде пенек стоит но уже он все уже он будет удобрять почву вот а что это было за дерево наверное сосна и видите вот на нем уже типа плесень и что-то живет грибок такой то есть все перерабатывается оставим пусть оно даже само перерабатывается так вообще конечно лес очень чистый по сравнению с лиственным лесом сосновый лес можно сказать стерильный ну сейчас мы вернемся на дорогу посмотрели в принципе всего лишь островок березок сейчас пойдем на нашу дорогу вот оно бывает что дерево падает и как бы задерживается на втором дереве и вот получается такие ворота интересные через которые ходить не всегда стоит то есть быть постоянно настороже нужно но мы рискнем пройдем сейчас грибочков пока никаких не видно в сосновом лесу часто лисички встречаются прям семьями здесь растут но это они чуть позже у нас будут вот дорожка какая дорога тоже расчищенная то есть видимо по ней видите свежие следы ездят скорее всего автомобили вот возможно охотники ездят или лесники или просто люди отдыхать едут у каждого есть свои любимые места вот видите какая кора у сосны толстая толстая и уже покрыта мхом вот такие вот вот тут сосну можно обнять в диаметре она где-то сколько полметра будет да? не больше не больше сантиметров сорок максимум да ну то есть лет пятьдесят наверное и точно потому что больше старичок красавичок здесь окна оставляет видимо что-то сооружает себе какое-то окно было 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 посмотрим через окно как выглядит лес так же и выглядит это не лесовичок это безответственные люди которые в первый день довести свою мусорную свалку ну хотя бы окно деревянное не так страшно в принципе вот когда конечно пластиковые бутылки но она уже с краской все равно ну да не совсем приятно вот такое старенькое дерево дуб или все дубы весь согнулся разломался но еще поживет я думаю а еще можно пожевать хвою да если идете по лесу просто срываете хвоинки и жуете и у вас будет двойной эффект то есть вы и дышите и жуете все вместе свежее дыхание и здоровое горло ну да вот опять этот мух надо будет посмотреть как он называется у тебя нет его справочника он прям как котик везде такими островками растет я заметила погладь его прям рукой посмотри он как котик ух ты да ой что-то напоминает он прям пушистый как котик ну да и очень мягкий прям как шерсть ну да просто такой ведь муха да если вы знаете что это за мух пишите в комментариях мы тоже будем знать каждое растение полезно кстати по своему наверняка он тоже полезен вот это еще какая-то травка только начинает расти видите как звездочки она совсем маленькая еще а она тоже какой-то мух видите какой да шишечки приблизь покажи наверное еще прошлогодний вот какие наверняка уже белочка съела орешки с них и это вот к